Ребята, всем привет! Мы наконец-то добрались до самой Астрахань! Самое главное, смотрите какие катера. 200 лошадей. Слушай, ну как-то стыдно даже ехать на таких лодках. Охот, что? Рыба дохера. Мы еще, кстати, с Тараилем придумали сделать чемпионат. То есть вы целый год можете приезжать на базу бесплатно, да, те, кто выигрывает? Вообще бесплатно, в инклюзив. Серьезно? 24 килограмма. 15. 24. Весы, по-моему, заклинили, парни. Весы сломаны. Не, надо жесть, пацаны. Так, Раиля, а что со старой базой? Шок нахер. Что, серьезно? Саняк, мы на старую базу, наверное, поедем. Ребята, всем привет! Отправляюсь в очередное путешествие. Беру с собой огромный комплект снаряги плюс подарок Раилю. Что в этой коробке, вы узнаете чуть позже. А пока, Настя, я поехал. Самое главное, что я не переживаю за то, что оставляю Настю дома, потому что у нас теперь есть что? Вот эта волшебная коробочка. Когда вы отходите от квартиры больше, чем на километр, у вас приходит сообщение, квартира осталась без охраны. Вы просто нажимаете кнопочку и поставите на охрану. Поэтому я буду палить, дома ты или нет. Все, помчали, в общем. Пробки сейчас, конечно, адские. Ну что, ребята, вот мы и встретились нашей старой гвардии, банды. Санек, Миша. Кто помнит Мишу? Миша. Всем привет. Кстати, я сегодня приехал для того, чтобы спасти этот канал от крипты. В этом выпуске я обещаю, что не будет криптовалюты. Ставим лайк. Александр был очень долго за границей, а сегодня мы едем в нашу родную страну. Дарить Россию. Наконец-то. Будем ловить селедку. Что ты ожидаешь от поездки? Я хочу попробовать подводную охоту. Ты ни разу не нырял, да? Нет, ни разу не нырял. Хочу просто порыбалить на улочку, чтобы там поймать, я не знаю, пару-тройку селедки. Ребята, мы взлетаем, увидимся в Астрахань. Ребята, всем привет, мы наконец-то добрались до самой Астрахани. Астрахань! Что, в Риме ли мы? Еее! Наконец-то Астрахань! Родные комары. Раиль, смотри какой тебе подарочек припер из Москвы. Узнаешь утром, только не открывай. Раиль, без меня не открывай. Мне кажется, ты кого-то там привез с собой. Без меня не открывай. Ладно. Мне кажется, ты кого-то там привез с собой еще. Раиль, рассказывай, я так понимаю, у вас новая база, да? Офигенно. Офигенно. То есть теперь уровень другой абсолютно. Вещи, вещи. Так, Раиль, а что со старой базой? В жопу нахер. Что, серьезно? Смотрим прям. Не, ну работает. Мы как бы любили старую. Не, давай, что хочешь. Миш, мы-то старую базу любили, если что. Слушай, ну Санек, мы на старую базу наверное поедем, да? Можете нас на старую отправить, да? Что, пойдем показывать? Ну, Раиль, на самом деле мы с тобой на этой базе были пару лет назад, да? Ну да, да, да. Я точно помню, что здесь баня была, и мы там где-то ныряли. Не, не, все новое, вот дерево новое, даже крыши не смотри. Да, да, да. Не, сколько тебя вмещает база в человеке сейчас? В около 25 человек. Ну нормально, нифига себе. Слушай, а ты сам делал, а где ты заказывал? Шесть утра ставил вот прям, делаю дерево, рублю дерево и врезаю. Заходи, Раиль, я все равно думаю, что лучше утром бы это все показать, потому что... О, слушай, круто. Ну что, Раиль, давай за приезд что-нибудь? Давай. Погласим. Давай. Раиль, серьезно? В базе это все очень хорошо. Что с рыбой-то? Рыбы нет, как всегда. Откуда рыба? Да конечно хорошо. Раиль, давай познакомь нас, пожалуйста, вот с этим вторым человеком, которого зовут Рома. Я про нее много чего слышу. Ром, скажи вообще, как ты попал сюда? Наверное, 3-4 назад мы приехали в Астрахань, просто выпить пиво, пожарить шашлыки. И ты понял, это твоя тема. И потом у меня появилось 12 лодок, 15 бас. И с тех пор он живет здесь. И с тех пор, да, мы рыбачим, охотим. Я к тебе привожу предпринимателя, мы сделаем здесь нетворкинг, короче, сделаем здесь такую базу для ребят, которые хотят. Завтра приедет первый предприниматель, мы его постараемся научить в подводной охоте. У нас есть еще один предприниматель, которого зовут Александр. Я думаю, Рома, это не проблема, так как ты здесь собрал самые сливки в виде Раиля, который знает в любое время года, где можно найти рыбу. И я думаю, что мы завтра начнем обучение подводной охотников и сделаем это регулярно. Всем доброе утро! Время 12. Миш, нам срочно надо ехать собираться на охоту, но самое главное, смотрите какие катера. Как у кота яйца блестят. И посмотри, какие матросы работают. Да, вот сюда, сюда нужно навалить просто Сазанов. Алькантаровая лодка. Сазанья. Да. А это тоже наш? Да. Смотрите, мы плывем на катере. Смотрите, с каким мотором мы плаваем. Ребят, 200 лошадей. Ребят, ну так просто офигенно. Просто красавец. Слушай, а нам как-то стыдно даже ехать на таких лодках. Для особо ленивых охотников. Давай, пойдем. А, ты сейчас не хочешь ехать нырять, ты будешь убить Сазана. Ты ныряешь? Я его... Это не устроено. Офигеть. Как зовут? Василий. Миша. Миша. Миша, поймай Сазана. Это как собака в будке. Для особо ленивых. Миша, миша. Мари фигачек. Елисеев. Поймал, поймал, клеет. Мари. Вот это вчера ребята ловили селедку, а поймали Сазана. Да, бывает. Ребят, такое тоже бывает. не кусает, но засосует сильно что Сань? настроение просто афигирное это Астрахань, бро сейчас отправимся и поедем на охоту у нас задача поснимать рыбам много стрелять не будем Сазанов не бей всех подряд, как обычно Егорку ставил, не включай короче, Раиль отправил первую команду они взяли крупного, Раиль покажи офигеть дорогу, слушай блин, капец Раиль, ты что их туда отправил, а? Раиль Сом слишком пи***тый Ребят, такое впечатление что я сейчас привезу, скажут вот здесь столб стреляет привязанный, такой же, как на пирсе сейчас будет мне кажется, май самое классное время да, май это прямо только-только расцветает смотрите все еще стоят сухие камыши прямо кайфуешь просто от того, что ты плывешь идешь плавает говно как вы напишете в комментариях да, если еще прозрак найдем будет вообще классно я не знаю, но почему ты когда приезжаешь в Астрахань и попадаешь вот в эту природу получаешь какой-то вот такой нереальный расслабон и абстрагирование от всего вообще совершенно да, при этом всего 2 часа от Москвы и в абсолютно другом мире диком Аккуратно работать в коряжнике теперь в хорошем прозраке в коряжнике очень интересно работать смотри, у вас стрекоза там самов здесь очень много, поэтому все зависит от вас вчера взяли сама на тридцатник, сейчас только пацаны на тридцатник и сегодня возьмете сама на тридцатник парни, я не знаю то запускаем тебя, Раил как обычно Раил как обычно всех самов повыбивал здесь все всегда брали а вы хуй возьмете и а и и и и и и и и Ну что, разминка, сазанчик плоский. Что, Саняк, где взял? Огонь, что, рыбу до хера. Где он шел-то? Да сразу до меня вышел, я решил просто пристреляться. Больше не буду в таких валиках стрелять. Нормально, нормально, ну покажи. Хороший сазан. Ребят, смотрите, приехали на точку. Сейчас будем ловить селедку, смотрите, у нас какие снасти. Кирпича, немножко лески и 15 крючков. Атур недавно приехал к самолёту, буквально 15 минут назад. Сейчас Саня организует офигенную охоту подводную и селёдочную. Ну я думаю, что всё получится, поэтому мы увидимся чуть попозже. Я думаю, что штук десять хотя поймаем на копчёху. Как говорится, полем? Красавчик, чё? Спасибо, это первое. Да, да, ну я думаю, что мы сегодня... Ребят, ребят, да я думаю, что мы сегодня наловим килограмм десять, это минимум. Потому что у нас сегодня такой Игорь и Саня офигенный парень. Я думаю, что рыбалка сегодня это наша история. Смотрите нашу дачу. Что делать? Там вообще нереально рыбина. Вот это селёдка. Это залом, парни. Смотрите, у меня сантиметров шестьдесят точно есть? Огромная. Смотрите, какая крутая. Просто огонь. Офигеть, милень. Чё бы не было у нас. Вот это рыбина. Ребят, смотрите, это всё Волга. Станья. Всем привет. Ребят, смотрите, за буквально два часа просто в лайповом варианте поймали. Как вы думаете, сколько? Да до хрена я. Просто даже не... Смотрите, сколько мы поймали селёдки. С Артуром вдвоём. Ну, я не знаю, килограмм десять точно здесь есть. Штук сорок, наверное. Ну, крутая рыба. Мы её сегодня засолим. Может быть, чуть-чуть закоптим. Ну, вряд ли, наверное. Больше нас засолим. Не знаю, что с ней будем делать, правда, конечно. Но факт есть факт. Потому что за два часа мы поймали вот десять килограмм селёдки. Поэтому приезжайте в Станью на Волгу. Рыбачьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончили охоту. Едем на базу. Продушаем мясо и рыбу. Прекратили охоту, потому что рыбы особо много нету. И хотим ночную пойти. Слушай, главное, чтобы не получилось как, блядь, ролик на ютубе. Саня, ты одной рукой держись за вот эту блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была полная жопа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это какой-то трэш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Саша. Артур. Очень приятно. Так, ребята, знакомы ли вас сразу с Артуром? Артур мой подписчик, у него есть канал на ютубе. И он хочет стать подводным охотником, поэтому прилетел к Раиле на базу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, буду пробовать, пытаться, стараться, что получится. К Раиле уже не получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, нихрена себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально, нормально, слушай. Часа за полтора-два на души. Что, понравилось? Конечно. Первый раз в жизни? Да. А ты ее ел такую? Ни разу не ел еще. Надо сейчас сделать. Ребята, тут даже, мне кажется, на бензин, если продать, отбить можно. Нифига себе. Ребята, это Каспийская селедка, чтобы понимали, это не то, что у вас в магазинах продается. Такую только на Европу поставляют. Надо выбрать самый крупный, несколько штук. Ну, сейчас старший или Сашка, сейчас сделать на сборку. Попробуем. Давай. Вечером. Круто. Вечером. Нож. У тебя должен быть настоящий мужской анбоксинг такой, злой. Нож? Да, тащи нож. Распаковывай. Давай. Жесткий анбоксинг. Давай, Рейль, жги. Палец не отрежь только. Рейль, скажи, приятно подарки распаковывать? Не говори, да, точно. Да, это самое кайфовое. И людям приятно смотреть на это, не знаю почему, кстати. Но это очень крутой подарок. Ты его оценишь, я думаю, после того, как 3-4 раза ты на нем сам что-то приготовишь. Да, я готовлю. Да, и самое интересное, что здесь не надо запариваться. Нажал кнопку, через 10 минут ты уже ешь. На газу заедешь. Да. На балконе жарить, да? Да. В Европе очень многие. У меня друг вообще в Германии живет. У него прямо в центре города квартира. И он, у него там гриль всегда, он с шашлыки сам жарит. Ну а что, она же без запаха, только мы мясом пахнем. Огонь. 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 Обычно как это делают на распаковке. Самое главное, что компактный, да, то есть? Все. Еще одна сумка? А, нифига, то есть его можно в машину. О, Мишань. Ты этого штукаешь? Тебе такую надо? Я уверен, что ты такой гриль купишь, мисс, по-любому. Блин, да, супер. Вот и все, праздник. Короче, я себе такой же тоже гриль возьму. Круто вообще. Да, огонь вообще. Ух ты. Красота. Круто. Вот это для жира. Для жира. Сюда канцероген капает. О, смотри, четко встал. Огниво вообще. Вообще огонь. Сразу видно, что мужики анбоксинг делали, нас засрали весь двор. Раэль, ты только на сигнализацию его поставил. Да, ребят, ну вот это все, это уже прошлый век. Вот я вам говорю, что это будет самое популярное, чем вы всегда будете пользоваться. Да. Раэль, ты прайс отдельно сделаете и жарко на гриле. О, баллончик. Нормальный у тебя подход. Ну что, спасибо. Давай, сына. Пользуйся, бро. Все, ребят, приезжайте теперь к Раэлю. Ссылку оставлю в описании, кто хочет гриль со скидкой. Переходите. Тема крутая. Сейчас мы приготовим сама сазана, селедку и альза, сетра и барана. У нас будет пять блюдцев. Выкладываем? Вот я вот так выкладываю. И закрыл. Ай, красота. Раэль, что мы готовим сегодня? Рассказывай, ребятам. За рыбку. А что за рыбка? А ситринка, да? Да. О, такой запах. Это просто. Саня сейчас нам покажет, как профессионально засолить селедку. Мы и вяленую сделаем, да? Вяленую и кусочки. И кусочки. Супер. Ты просто вскрыл, грубо говоря, да? Смотри, просто вскрываешь, отрезаешь. Сначала порешь ее по мебрам, потом новую и голову отрезаешь. Маниваешь кишки все, а потом надрезаешь. Вот так. Потом соду. Потом кидаешь в воду минут на пять, на семь. И все. И она смачивается, пока с нее кровь все не выйдет. А потом все засыпем. На дно, да? Да, чуть-чуть на дно. Укладываем. И засыпаем все. Крупная соль просто, да? Да, просто крупная соль. На самом деле все просто, да? Да, на самом деле все просто, ничего такого. Главное, чтобы свежая была. Да. И на сколько ее мы так помещаем? Ну, где-то минут на сорок хватит. Сорок минут, потом обмываешь и вывешиваешь? Потом обмываешь и вывешиваешься, она на слоночки. Давай еще сюда чуть-чуть, нет? Нет, еще кусочками. А, ты еще кусочками. То же самое все, да? Да, это просто булочком получается. А это сейчас сделаем масло с луком. О, вообще слюна. То же та же вот. Блин, у меня уже слюна течет. Помыл, ну, в банку, маслом подсолнечным заливаешь и лук побольше. Чуть-чуть постоял там, ну, минут 15-20 и все можно есть. Обалдеть. Для тебя это обычность, да? А многим людям, на самом деле, они... Я уверен, что сейчас очень многие нам завидуют. Сто пудра. Да. Но я надеюсь, вы по-доброму завидуете. В общем, ребят, вот ради такого надо приезжать в Астрахань. Чтобы попробовать каспийскую селедочку. Осетра. Сама. Сазана. Все это готовится, все свежайшее. Не представляете. Я не знаю, как передать вам вкус. Ладно, сейчас мы приготовим, постараемся передать. Какая-то рыбозаготовка. Жарится осетр. Солится селедка. Красота. Да. Как сидим? Офигительно сидим. Санек, да, вот как ситуация поменялась? Ребята, еще раз. С таким видом, Санек. Вид на миллион. Вид на миллион. Миш, давай осетринки. Два постоя осетринки. Какой тебе кусочек? Да, любой. Давай, держи, Санек. Это что такое? Это балык. Это балык Санек. Ох. А это? Ммм. Поставь вину туда вниз. Это сом. Миш, налей красненького вина по-братски, а? Это просто нереально вкусно. Сейчас сама доем. Ммм. Ребят, я хочу балыка просто попробовать. Я ставлю ту армию. Так, ничего. Он деньги получает. Это просто топ. Его даже уволить не могут. Все, чистенько. Да? Все, теперь можно вторую порцию чего-то ставить. Что будем ставить? Давай рыбу доделаем. Давай рыбу доделаем. Давай рыбу доделаем. В общем, я могу что сказать. Нас Раиль здесь собрал. Да. Если бы не Раиль, мы бы не познакомились. Не было бы этой базы. Ничего не было бы. Раиль, спасибо тебе. Давай рыбу доделаем. Раиль, ты красава. Не, не, не. Раиль, ты красава. Он реально делает комьюнити подводных охотников. Раиль ты красавчик. Группа охотников. Ребят, ну как? Огонь? Есть чем похвастаться? Парни, ну что, показываете? Ну давайте хвалитесь. Ого. А весы есть? Раиль, давай весы. Нормальный там папа. Офигеть. Давайте, как обычно. Раиль, вес. А ты его положишь в сторону. Не, 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 не. Вот так. Давай, давай посмотри тоже. 12 килограмм. Нет, нет, нет. 24 килограмма. 24. 15. 15. Килограмм 12 точно. Я говорю, ребят, 20. Поздно, поздно, бро. 18. 17 сколько? Я ставку перебиваю. Нельзя, нельзя. Ну ладно, я 15. 17. Я 15. 20 больше. Давай весы. Да? А тут тридцатка. Больше, больше. У меняю ставки. Больше тридцатки. Надо было сразу погибать. Не, не, не. Весы, по-моему, заклинили, парни. Весы больше не показывают. Весы сломались. Не, надо же весить, пацаны. Ну чё, как? Там бросается. Да есть весы. Подожди, Влад. Там шляха стоял. А, то есть нашел в шляхах его, да? Подожди, подожди, подожди. 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 Бодался он с тобой долго? Я вообще от него весь линию отпустил и ушел в другой берег. Вы вверх его не поднимете на заду просто. Нет, отпускай, отпускай. 27. Не, не, не. 29. 29. 29. 30. 29. Ну тридцатка, короче. Тридцатка, пацаны. 30 килограмм. Ааа, никто не угадал. Чем вы поливаете кипятком сама? Сохами сдираем. Белок сворачивается, да? Да, копчить она на самом деле. Что будете с ним делать? Морозить? Коптить? Холст сейчас коптим. Вот это на уху. Это на шашлыки. На уху жалко, не? Не. Сувениры. Не? Это не такой трофей, да? Он ехал, когда сюда ехали, он ехал. Хочу полтинни, уверенно. И без полтинни, говорит, вернуться не хочу. А тут тридцатка, да? А тут тридцатка. Расстроился? Я ни о чем тридцатка. Ну честно, расстроился, да? Не, ну ты единственный, кто с трофеем, все остальные вообще пустые приехали. А вы что-нибудь видели вообще? Ну, вообще. Вчера один же, два взял. Что взял? Вот так и взял. О, ни фига. Один был на 18, по-моему. В ночь? Нет. Днем? Прямо с утра прямо, да. Короче, надо как можно раньше утром ехать. Да, да, да. Ребят, посмотрите на эти ребрышки. Как выбрать барана? Он должен быть, как говорит Ираиль, нецелованный. Это говорит о том, что как только рождается баран... Для того, чтобы выбрать нецелованного барана, надо обойти весь рынок. Спросить, кого здесь нецеловали. Как что любой егенок до года никогда нецелует. Думаешь? Да, до года нецелуются. Они должны порознь жить, Ираиль. Они должны порознь жить, понимаешь? До года все равно не можно отцеловаться. Вот, вот сейчас правильный запах прямо мяса. Ребят, замариновали просто лук, соль и перец. Больше ничего. Еще, кстати, с Сараилем придумали сделать чемпионат. Мы сделаем чемпионат по подводной охоте. Прямо у нас будет... Честный, честный, Саш. Честный? Честный чемпионат, не как везде. Честный чемпионат. Кубок фартовый. Статуэтку, которая будет из года в год передаваться. Знаете, как МНХЛ. Кубок. Кубок, да. То есть смотри, одни выиграли, в следующий год чемпионат, конечно, статуэтка передается. А если они потеряются? А если они потеряются? Ну, 2 миллиона долларов как минимум. Он должен здесь, конечно. Ребят, кубок должен находиться здесь, на базе. Короче, так как кубок будет честный, мы с Саньком выиграем 100%. У вас будут привилегии по проживанию, вообще по всему. То есть вы будете здесь VIP гостями. Хотя здесь, на самом деле, ко всем относятся как к VIP, но... То есть вы целый год можете приезжать на базу, я думаю, бесплатно, да, те, кто выиграют? Вообще бесплатно. Ну, по всему! Серьезно? è all inclusive. По всему миру что-то в легендар right? В чем? Бесплатно. В любое время приезжайте. В общем, ребят, пишите в комментах, кто хочет принять участие. Мы посмотрим, сколько людей соберется, нам просто интересно, сколько мы вообще здесь сможем принять. 25 человек мы сможем на базе принять, и остальные палатки, здесь мест найдем, да, чем придумано? Или арендуем все базы остальные. Крупного нет? Ничего. Парни тут сама хорошо взяли на тридцатку. Ладно, нормально вы надолбите. Нормально вообще. Мои парни нахерачили. Это прям за раз на одном куканчик. Нормальный у тебя куканчик. Это чей? Твой? А куда вы ездили?